здравствуйте дорогие друзья с вами программа истории тема нашего сегодняшнего разговора недельный раздел когда будешь зажигать лампады ну и соответствующий недельный раздел из пророчества захарии и сегодня у нас гостях анна познанская искусствовед аня привет привет по традиции я начну с изложения содержания недельного раздела и вот этого самого пророчества которое читается в дополнений а дальше мы поговорим о той теме которую выберем у нас много на самом деле тем в недельной главе значит начала речь идет о зажжении светильника миноры описывается форма миноры и так далее дальше рассказывается о посвящении коинов левитов говорится о том каким образом справлять песок тем кто вовремя не смог его отпраздновать дальше рассказывается о том каким образом народ израиля будет путешествовать облако будет их сопровождать и ими руководить моисей приглашает своего тестя и тро присоединиться к народу израиля тот отказывается и после этого описывается такой эпизод когда народ ропщет недоволен мамной небесной и тоскует по египту в очередной раз просит мясо моисей говорит богу я не я же родил этот народ ну что с ним поделаешься этим народом я не способен в одиночку его тащить и тогда бог изливает от того духа который есть на моисея на 70 старейшин то есть в каком-то смысле у моисея появляются помощники в управлении этим самым строптивым народом ну и завершается недельный раздел истории о том как арон и мириам говорили что-то нехорошее про моисея про то что он взял себе не ту жену какую следует и кушать эфиопку видимо и за это мириам была наказана проказой и семь дней народ израиля ждал пока она выздорове вот содержание недельного раздела в дополнение читается отрывок из пророческого захари очень красивый отрывок сам по себе и насыщенный образами начинается он пой веселись дочь циона вот прихожу я и обитать буду среди тебя слова господа то есть пророчество о том как господь возвратит народ и вернет иерусалим снова его изберет и так далее дальше есть очень любопытный фрагмент где говорится о неком священнике которого зовут я шула иисус естественно христианская традиция говорит что вот захария пророчит что в конце времен или во спасение придет спаситель и захария говорит он бог показал мне и а шула священника великого стоящего перед ангелом господним и так далее а дальше вот в этом пророчестве захарии рассказывается еще об одном видении которое видит захария и это видение уже связано со светильником с минорой показывает ангел захарии светильник он говорит так возвратился ангел говоришься со мной пробудил меня словно человека пробудившиеся то сна и сказал мне что ты видишь и сказал я видел я вот светильник весь из золота и чашечка наверху его и семь лампад на нем и по семь трубочку лампад что наверху и две маслины над ним одна справа чашечки а другая слева чашечки но захария видит это но толком не понимает что означает это введение и дальше ангел его спрашивает ну ты понял в чем дело а он говорит нет и воскликнул я и сказал ему что означает две маслины вот эти с правой стороны светильника и с левой стороны светильника и воскликнул я во второй раз что за две оливковые ветви которые через два золотых горлышка изливают из себя золото то есть захария видит вот этот самый светильник и он не понимает что же что же он значит и сказал мне так разве ты не знаешь это ему ангел отвечает что означают они я сказал нет нет не знаю и сказал он это двое сыновей помазанных елеем стоящие возле владыки всей земли что за два помазанника неизвестно скобках замечу что именно вот это пророчество захария является тем что побудило создателей герба израиля изобразить минору и вот эти самые оливковые ветви из вот этого пророчества захарий комментатор еврейский говорят о том что что это за два помазанника это с одной стороны священника с другой стороны царь царь народа израиля и священник через которых проходит значит елей или масло за счет которого возжигается свет то что получается что пророчестве захарий мы уже видим что свет или вот этот светильник который должен гореть сначала в скине а затем в храме он имеет символический смысл и этот свет в данном случае обеспечивается царем который как говорит один из комментаторов мальбим царь который обеспечивает исполнение заповедей которые связаны с отношениями между людьми а священник обеспечивает исполнение заповедей которые связаны с ответственностью перед богом и вот вдвоем они обеспечивают полноценное исполнение заповедей тогда этот свет является светом символизирующим окончательное избавление ну поскольку как мы видим захария вот этот отрывок связан с нашим недельным разделом как раз благодаря вот этому образу миноры и света наверное выберем вот эту тему для разговора поговорим о собственно говоря том как изображается свет отношения к свету в истории живописи да тем более что в данном случае мне кажется есть такие но очевидные аналогии и не случайно в общем свет это очевидно самый главный источник на жизни бытия всего живого не случайно собственно да и стал свет это в общем одно из первых изречений которые мы вообще слышим да да мы к этому еще вернемся да а с другой стороны свет во всех религиях играет очень важную роль такую символическую как бы да и я бы сказала такую эмоциональную тоже потому что он еще способствует как бы раскрытию новых смыслов новых идей правильно я поняла абсолютно верно я даже в таком случае скажу о том каким образом в писании используется свет как метафора как ты правильно сказала свет связывается жизнью свет это жизнь а тьма это смерть и есть целый ряд стихов в которых это проявляется или же свет сопоставляется с праведным судом и проявит как свет правоту твою и справедливость твою как полдень а нечестивым свет недоступен это из книги йова из псалмов я прочитал на отрывке которые говорят как раз о том что праведный суд это и есть свет или тора сама тора сравнивается со светом знаменитый стих ибо заповедь светильник а тора свет и так далее ну и как мы видели в пророчестве захарии еще в нескольких отрывках писания свет сопоставляется с окончательным избавлением это окончательное избавление конец времен когда наступит мир в котором не будет ни смерти ни зла и так далее он тоже сравнивается со светом а то что ты упомянула вот этот самый первый первое сотворенное то есть когда бог творит свет здесь есть любопытный момент дело в том что у нас с одной стороны действительно бог творит свет вроде бы говорит это хорошо это в первый день и сказал бог да будет свет и стал свет и увидел бог свет что он хорош и отделил бог свет от тьмы происходит отделение света от тьмы а в четвертый день мы читаем следующее бог кто творит он творит светило на небосводе чтобы отделить день от ночи мы можем удивиться как отделение уже вроде произошло зачем же светило чтобы отделять и точь тем не менее он поместил их на небосводе чтобы светить на землю управлять днем и ночью и отделять свет от тьмы и увидел бог что это хорошо ну естественно что вот это противоречие можно сказать да или повтор такой странный он вызывает у комментаторов недоумение и соответственно массу толкований среди которых выделяются те которые говорят о том что это два разных света свет свет светил это свет который видит человек ну и свет который как бы освещает уже сотворенный мир а вот этот изначальный свет это нечто совершенно иное это нечто что пронизывает всю действительность и он как бы стоит особняком я прочитаю небольшой отрывок из комментарии такого рабе шлома и фрайма из лечицы такое польское местечко он говорит что свет который был создан в первый день это великий свет который спрятан для праведников в будущем мире а светило который бог повесил на небосвод четвертый день это не настоящий свет это не суть света они получили свет от некой искры того самого высшего света который был создан в первый день автор этого произведения который называется клиакар дорогой сосуд так он называет свой комментарий ктори он основывается на талмудических источниках ну например в трактате гаги га говорится следующее и вот свет первого дня а вот свет четвертого дня рабе лезер говорит свет который создал святой благословен он в первый день его видит человек от начала мира и до конца мира но поскольку увидел бог поколение потопа поколение вавилонской башни увидел насколько они все в общем портят то что он сделал он взял этот свет и спрятал но в будущем он этот свет откроет для праведников вот различия между двумя видами света я думаю что мы можем говорить о том что вот этот свет светил он что дает он дает свет а тот самый свет он дает что-то другое это все очень конечно как ни странно находят прямо буквальной аналогии в живописи потому что были художники которые искали и и которых интересовал свет светил и даже одно время например конце 18 века было вообще модно изображать как бы одновременно два источника света то есть по возможности холодный например свет луны и теплый свет ну они не могли изображать конечно луну и солнце одновременно но допустим от какого-нибудь от очага или от фонаря и вот это вот как бы сопоставление то есть что свет именно свет освещения разные это тоже целая такая большая проблема в искусстве и были художники которые явно искали и пытались визуализировать вот этот вот божественный свет да и соответственно в их случае свет это конечно было не просто как бы освещение но и не просто художественный прием они искали каких-то ну каких-то возможностей показать нечто более эмоциональное или как-то больше проникнуть в духовный смысл в общем-то содержание живописи а дело в том что им конечно далеко не сразу это все удалось сделать потому что долгое время вот художественные средства которыми владели собственно мастера они не позволяли им в принципе изображать свет действительно как его изобразит свет да да и всякой краской это можно сделать а потому что древние совсем росписи ты же там фрески это темпер на и живопись до тэмпера это такая краска глухой и кроюща она может использоваться только в чистом виде потому что если художники хотели изобразить тень они делали просто перерисовались что-то темной краской если рядом надо было изобразить что-то светлее то они брали просто краску на тон светлее. И это, конечно, все было очень условно, и люди понимали, что ну да, тут, наверное, темнее, чуть светлее, но, в общем-то, про свет мы, конечно, здесь говорить не можем. Это все, в общем, стало возможно только примерно с 15 века технически, когда была изобретена, придумана масляная краска, то есть когда, собственно, те же самые пигменты, которыми художники пользовались всю жизнь, они стали замешивать на льняном масле или на маковом. А масло, оно, в отличие от предыдущих всех пигментов, оно что? Оно, во-первых, тягучее, оно эластичное, оно обладает способностью пропускать свет. И, собственно, вот новые качества масляной живописи, они позволили художникам смешивать краски, они позволили накладывать краску в несколько слоев, причем делалось это так, чтобы более темные и более такие тяжелые слои живописи, они лежали внизу, сверху, это называется лессировки. Художники накладывают более тонкие, более прозрачные слои, и свет, когда падает на краску, то он проходит через эти легкие прозрачные слои, достает как бы эффект в нижних, и все это, в общем, гораздо больше возможностей дало художникам по работе с краской живописи. Вообще, эта масляная живопись, считается, что ее первые изобрели в Нидерландах. Там вообще была очень развита миниатюра, иллюминированные рукописи. Вот если мы посмотрим, например, на работу, знаменитую портрет Четы Арнольфини и Яна Ванейко, то видно, что их совершенно не интересует художников нидерландских проблемы света. Дело в том, что, помимо всего прочего, конечно, масляная краска, она, в отличие от предыдущих красок, она еще очень яркая, блестящая, потому что масло блестит, и картинки стали сразу очень живыми и очень нарядными. То есть они были не глухие и унылые, а прямо можно было сделать ярко-красное, ярко-зеленое, и фактически в живописи достичь того же эффекта цвета, что и в миниатюре. И это художникам ужасно нравилось. Вовлеченность цветом, получается. Наверное, первый художник, который вообще понял, что масляная живопись, она обладает такими способностями, что можно достичь чего-то большего. Был Леонардо да Винчи. Неслучайно с ним связывается такой термин, как сфумато. То есть он вообще понял, что в живописи может быть не только ярко или не только темно, а может быть такая вещь, как светотень и полутона. Например, если мы посмотрим на две его работы, сделанные с разницей почти в четверть века. Он два раза писал одну композицию, она называется «Мадонна в гроте». И одна из них, вот более ранее видно, что она построена еще по такому более примитивному принципу, потому что он не использует вот те возможности света, которыми масляная краска обладает. А в поздней версии уже видно, что он понял, что можно сделать с масляной живописью. И поэтому там, в общем, вся картина выполнена в одном тоне, в более таких холодных тонах. И вся она озарена вот этим совершенно неземным светом, который потом очень любит, конечно, в Джаконде, который, собственно, из-за этого стал таким, в общем-то, шедевром, таким популярным очень шедевром. Вот этот самый неземной свет, собственно, то, чего с помощью полутонов, с помощью приглушенных каких-то оттенков, чего смог добиться Леонардо да Винчи. Можно передать. Вот уже в позднем Ренессансе были художники, которые стали понимать, что цвет, это, конечно, здорово, но свет обладает совершенно особым эффектом. И, например, известный венецианский художник Тициан, который вообще изначально работал тоже с очень ярко насыщенной палитрой, потому что, опять же, это было характерно для венецианской школы, поскольку они создавали, в общем, картины для художественного рынка такого, который тогда только сложился. И, собственно, это венецианцы на самом деле первые стали писать такие картины, которые предназначались не только для церкви, но и для украшения интерьеров красивых, богатых палацци. И, конечно, чтобы украсить интерьер, чтобы клиент эту картину покупал, она должна была быть, во-первых, затейливой по сюжету и, главное, просто красивой и яркой, потому что кто же будет вешать что-то унылое и грустное себе в гостиную. И вот ранние вещи Тициана, там, заменитые, например, вакха и ариадна, там очень много ярко-синего, ярко-какого-то красных, золотых, фиолетовых тонов. То есть это всё, в общем, очень-очень эффектно по цвету. Но поздний Тициан был настроен больше на такую, не на то, чтобы удовлетворить заказчика, да, и его вкусы, а на скорее такую внутреннюю рефлексию. Когда человек приходит как бы к тому, к пониманию, что ему надо решать более какие-то глубинные философские вопросы, там, может быть, связанные со своей жизнью, там, со своим отношением к окружающему миру, а не просто его фиксацию, да, то, конечно, он нуждается в свете, просто потому что, опять же, свет позволяет создать более сложный эмоциональный контекст, более, скажем так, интеллектуальный контекст, то есть уйти от красивости в сторону более таких сложных, ну, скажем так, духовных каких-то мыслей, идей, задач и так далее. У меня есть замечательный комментарий по этому поводу Бахи и Барашера, такого средневекового комментатора, который комментирует вот один из стихов, который я уже читал выше, «Свет праведных сияет, а светильник нечестивых погаснет». И он говорит, «Душа праведника уподоблена свету, потому что она сотворена в первый день творения». Он отождествляет вот этот свет, сотворенный в первый день, с душой. То есть душа человека пронизана вот этим самым светом первого дня творения. В отличие от света, который дает свет, и который дает нам возможность видеть мир и так далее, есть нечто, что присуще человеку внутренне. Я вспомнил об этом комментарии как раз в связи с тем, что ты говорил о Тициане, что он, возможно, он хочет изобразить некий внутренний свет в том числе, то есть свет своей души. И более того, это на самом деле в какой-то момент стали понимать и даже европейские церковные деятели, потому что вот с этим, собственно, связан феномен Караваджо. Он практически перестал работать с цветом, да, и стал работать с таким очень драматическим, очень таким ярким освещением и со светотеневыми эффектами. И в частности, на самом деле, при том, что Караваджо абсолютно не вписывался в концепцию вот этого итальянского праздничного, радостного такого барочного искусства, но почему же он нашёл своих клиентов, почему он был так востребован? Как раз именно потому, что в этот период некоторые религиозные деятели, особенно представители вот таких странствующих орденов, францисканцы, в первую очередь, доминиканцы, они стали говорить художникам, что вы вообще изображаете, как вы вообще изображаете христианскую историю? Собственно, идея была в том, что церковь погрязла в грехе, погрязла в деньгах, в роскоши, и этим, собственно, абсолютно нарушаются как бы идеи завета христианского. Почему у вас все святые всегда в драгоценных одеждах? Почему, если вы изображаете, не знаю, тайную вечерю, вы накрываете поляну, как будто бы это сидит какой-то царь земной и... И роет. Да, да, и очень много ест. И, ребята, они были рыбаки, у них не было денег. И вообще, в общем-то, идея была совсем другая в том, что надо отказаться от благ земных. И в этом смысле отказ от ярких дорогих одежд, от ярких аксессуаров, от света, он к чему, в частности, приводил? А с помощью чего можно выразить святость момента? С помощью чего можно показать какие-то пограничные моменты? Конечно, с помощью света. И в этом смысле очень интересна, мне кажется, Караваджевская моя любимая работа «Обращение Савла», когда это будущий апостол Павел отправился в очередной раз, чтобы найти христиан. Он увидел свет ослепительный, он упал с коня и услышал голос Иисуса, который сказал, «Савл, Савлу, за что ты преследуешь меня?» И, разумеется, кроме него никто не видел этого, как обычно художники это изображают. Они изображают большую процессию лежащего внизу, соответственно, Савла, его подчиненных, которые в крайнем недоумении на него смотрят, и наверху, где-нибудь там вандрель, в небе, Иисус, который, соответственно, говорит ему, что ж такое. И Караваджи делает это всё совершенно по-другому. Он берёт такую крупнофигурную композицию, он изображает просто коня, с которого упал Савл, ну, там где-то на дальнем плане его слугу, и лежащего, причём в таком сложном ракурсе, Савла, ну, в сложном ракурсе по отношению к зрителю, то есть это всё так быстро, но очень сложно. И всё это освещено невероятным светом, то есть он убирает все подробности. То есть мы не видим фигуры, откуда этот свет, да, мы не понимаем вообще, в каком контексте это происходит. Но вот это вот ощущение как раз человека, который поражён светом, вот этой эманацией свет, это, конечно, очень сильно работает, именно при том, что мы не отвлекаемся ни на что остальное. И ещё надо сказать, что эта картина, она довольно большая по формату, такого вертикального формата, и она была помещена в маленьком пределе, в церкви. И когда Караваджи её готовил, то он понимал, что этот предел освещается одним лучом света, который падает из маленького окошечка, и сделал так, чтобы свет, который падает, свет в картине, соответствовал, собственно, свету в интерьере. И пропорции картины таковы, что когда ты входишь в этот маленький предел, и опять же с помощью света, получается так, что ты становишься как бы соучастником этой сцены. То есть это чудо, ты тоже попадаешь в этот световой луч. Да, и это просто происходит у тебя под ногами фактически. И именно благодаря вот этому световому решению ты вовлекаешься в это, и, конечно, это невероятно сильное впечатление. Тоже вспомнилось сразу, по-моему, я уже говорил в наших передачах об этом, есть у Саади Гаона такая концепция сотворённого света, он так это называет. И Саади Гаон говорит о том, что пророчество, а ведь Павел, собственно говоря, с ним произошло пророчество, человек, которому открывается это пророчество, он видит не что иное, как сотворённый свет. То есть с помощью вот этого сотворённого света представлено то, что в мире человек не может увидеть. Опять же, мы говорим о том, что мир дан нам тоже, он тоже как-то освящён, тоже есть свет, тоже есть там лампы и так далее. Но вот этот сотворённый свет по мысли Саади, это то, что видит только пророк. Никто другой не видит, пророк видит то, что ему передаётся какая-то информация благодаря вот световому явлению. Не думаю, что Караваджа знал о концепции Саади, но она на самом деле является очень важной для еврейской мысли средневековой. И она повлияла и на философское направление еврейской мысли, и на каббалистическую мысль. И про кабалу я ещё скажу чуть позже. Я как раз хотела перейти к Рембрандту и сказать, что если в случае с Караваджем всё-таки идею света привязывает к сюжету картины, то у Рембрандта свет становится именно самостоятельным таким инструментом, с помощью которого, собственно, он вносит смысл и рассказывает сюжет, независимо от того, был ли свет конкретный, свет участником, вот как бы, участником происходящей сцены. Очень долго специалисты думали о том, откуда, как он так связан с Караваджи, как он продолжает караваджистскую традицию, а потом оказалось, что это довольно интересная история, потому что сам Рембрандт, в общем, Караваджи не знал. Но у Рембрандта был такой друг, который жил вместе с ним в Лейдене, тоже художник, Ливенс, и этот Ливенс был бандеркиндом. То есть, когда они ещё были совсем детьми, подмастерями, Ливенсу большую пророчили карьеру, и родители в виде это послали его учиться в Утрехт. А в Утрехте жили художники, которые часто ездили в Италию и были хорошо знакомы, в общем-то, с Караваджи, и было есть такое даже направление утрехтские караваджисты. Ливенс выучился, вернулся обратно, они вместе с Рембрандтом поехали уже в Амстердам, там жили в одном общежитии практически как. И это очень интересно, потому что Рембрандт через него узнал как бы эту концепцию, и потому что ранее Рембрандт выглядит совершенно по-другому, он тоже яркий, светный, как, собственно, и все голландские живописцы. И потом, собственно, у него абсолютно тоже уходит цвет, потому что когда человек, как и Караваджи, и Рембрандт, используют цвет в качестве основного инструмента, то цвет им начинает мешать, потому что, когда используется цвет, для выражения мысли. И вот в этом смысле, я знаю, что уже много вы возвращались в своих передачах, говорили об этой картине из «Фири Аман и Артаксердс», но, наверное, для меня это все равно это самая лучшая как раз такая визуализация этой идеи, потому что Рембрандт, он же вообще как Хичкок, он же мастер Саспинса, то есть он всегда берет какой-то момент сюжета, когда самый такой острый, и действительно, вот он берет в данном случае момент, когда «Фири» закончил свой рассказ, и Артаксердс еще не знает, какое он примет решение у него, там очень характерный еще такой жест, когда он резко сжимает свой жезл, и на лице такой выражение, «Убью». Ну, еще непонятно, кого, но... Там понятно сразу, кого убивать, понятно сразу, да. Ну, почему понятно? Потому что понятно, Рембрандт работает со светом, потому что он заливает светом из «Фири», да, и начинает переливаться ее одежды, он помещает из «Фири» и Артаксердса вот в эту вот световую, как бы, ауру. Эта картина, когда люди ее видят живой, она поражает тем, что из «Фири» переливается на ней украшение, драгоценность и плащ, при том, что она, картина, в общем, написана, ну, как бы, в одном цвете, в одном колере, ну, то есть, это желтоватый, коричневатый. И там есть такой очень интересный художественный прием, потому что, если подойти совсем близко к картине, то видно, что вот на этот вот желто-коричневый как бы плащ ее, на ее украшение, Рембрандт просто кладет такие пятна белил, такие хаотичные маленькие пятнышки, которые начинают просто сиять вот в его же направленном свете, и поэтому из «Фири» переливается, переливается своими драгоценными одеждами. Рембрандту настолько было это важно, что он, например, именно достичь вот такого идеи игры красок в свете, что он стал использовать, он провел такой эксперимент и стал использовать битум, периодически, битум, это смола, которую художники добавляли в краски, после Рембрандт это делали разные тоже художники, разные люди, и поскольку она смола, то, конечно, она обладает таким золотистым, тоже коричневато-желтым оттенком, и очень красиво переливается в лучах света, но, к сожалению, смола обладает таким свойством, как всякая смола, что она начинает в какой-то момент очень быстро стареть, темнеть, чернеть и так спекаться как бы очень характерно. Именно поэтому сейчас мы практически не можем наблюдать этот эффект, и вот опять же, если посмотреть на картину в сфере Аман-Арт-Акцер, то видно, что они сидят на фоне такой абсолютно глухой черной заслонки, и в частности это связано с этой потемневшей смолой, и все равно... То есть она выглядела иначе, эта картина в свое время выглядела. Да, она выглядела иначе, да. И к тому же она была переведена тоже здесь с одной основы на другую. Это все, конечно, не способствует как бы здоровью живописи, но даже сейчас, несмотря на эти потемневшие куски, она производит невероятный эффект, и именно эффект как бы не потому, что ты смотришь, думаешь, о, как красиво художник изобразил свет, а именно потому, что смысл этой сцены, смысл этого даже уже не чудо, а просто, ну, как бы такой, в общем, жизненной ситуации, да, раскрытый ее, смысл этого сюжета, он раскрывается именно через свет. Был такой художник-символист Эжен Карьер, которого вообще Роден говорил, что он обладает видением скульптора, но почему-то работает с красками, почему-то он работает в живописи, а видение скульптора, это, конечно, форма и свет. И Карьер изображал, он в основном изображал свою жену, детей, у него очень ограниченные сюжеты, но иногда он писал портреты, у него, например, есть такая работа по целуи матери, это крупные фигуры, при этом, как вводится в символизме, ничего непонятного, то есть нет ничего конкретного, то есть там нет ни интерьера, нет ни лиц непрописанных, это просто фигуры дочерей, которые льнут к своей матери, и с помощью света это похоже даже, знаешь, уже немножко на негатив, то есть, но все равно с помощью света мы прекрасно чувствуем вот как бы, не знаю, бесконечность материнской любви, нежность отношений человеческих, и это все выражается исключительно с помощью света, то есть, это уже не какие-то, как если там для Караваджа были важны какие-то все-таки религиозные моменты, какие-то все-таки осмысленные сюжеты, то в данном случае символисты, они, карьер, он выражает человеческие чувства, то есть, пользуясь тоже только светом. Но при этом, конечно, были художники, которые не хотели отказываться от цвета, и хотели эти вещи совместить свет и цвет, и в этом смысле, наверное, очень интересный художник Якоб Рейсдал, это такой художник 17 века, голландский живописец, который впервые тоже в Голландии стал использовать осмысленный свет для того, чтобы не просто создать, ну, в смысле, чтобы мы поняли, что в картине день, а для того, чтобы передать еще, помимо всего прочего, некие какие-то, не знаю, свои размышления по поводу окружающего мира, и чтобы свет все-таки нас наталкивал на какие-то более-более сложные реакции. И вот у него есть такая совершенно драматическая картина «Еврейское кладбище», в котором такой пейзаж с полуразрушенным еврейским кладбищем, в котором он, конечно, хочет привлечь наше внимание вообще к скоротечности жизни. Я думаю, его привлекло и живописность этого кладбища, и, может быть, его запущенность, и как раз идея того, что время разрушает все, даже камень. Но на самом деле все это Резаль подкрепляет тем, как он изображает небо, тем, как он изображает свет, и в данном случае освещение, оно не просто светит на эти старые разрушенные могилки, а оно создает вот этот очень трагический отчасти образ упадка и разрушения. Но в то же время Клод Лорен, который одновременно практически с Резалем жил во Франции, он, наоборот, открыл возможность солнечного света, и вообще он ввел понятие света в пейзаже, потому что до него обычно это был либо итальянский полдень, условно говоря, либо некое никакое время, потому что в пейзаж просто должен был присутствовать дневной свет. Ну, или иногда художники рисковали изобразить ночное освещение. А у Лорена появилось вообще понятие времени суток, утро, день, вечер. Солнце и свет становятся его главным героем. Не случайно, собственно, Лорен повлиял вообще на развитие пейзажной традиции и в 18 веке, и уже в 19 веке. И на самом деле очень яркое вот такое явление это был Уильям Тернер, который начинал тоже с таких Лоренов, в духе Лорена пейзажей, как упадок Карфагена, где просто изображена такая классическая композиция с античной архитектурой, все это залито солнечным светом. Единственное, что он уже пользовался новыми красками, то есть желтый цвет был уже химически сгенерирован, и, конечно, химические краски, они обладают большей интенсивностью, более ярким эффектом, чем краски такие минеральные, натуральные. И чтобы усилить еще звучание этого света, сделать так, чтобы картины полностью заливались светом, он еще изменил цвет грунта. Он стал пользоваться светлым белым грунтом, а на белом грунте, естественно, желтый выглядел гораздо ярче, чем на тонированном грунте. Например, Рембрандт, Караваджо, они использовали более темный тонированный грунт, который, соответственно, приглушает без того их теплые коричневатые цвета. И надо сказать, что это имело невероятный эффект, и современники Тернера говорили, что, глядя на его картины, мы просто ослеплены, мы вынуждены зажмурить глаза, а его недруги говорили, что его картины похожи на яичницу. Тернера, то, в конце концов, тоже свет, именно цвет, вот этот желтый цвет в свете, настолько его захватывает, что он уже, в общем, отказывается от какой-то такой продуманной и более привычной для глаза человека 19 века композиции и просто работает с одним цветом, то есть он фактически создается абстрактное искусство за сто лет до того, как оно, в общем-то, официально появилось в европейской традиции, и у него действительно есть картины, которые называются «Утро после потопа», да, «Свет», «Ангел», стоящий на фоне света, «Монстры на берегу». Но монстры, это были монстры, такие морские чудовища, которых практически не видно, потому что на самом деле три четверти картины занимает просто сияющий, переливающийся желтый цвет. У него, конечно, хватало ума не отправлять такие работы в Академию художеств, потому что он понимал, что современные критики и публика просто сразу погибнут, или его карьера будет загублена, и он был вынужден у себя в мастерской делать такие маленькие выставки, поэтому очень долго про них вообще люди не знали о том, что Тернер был, оказывается, таким предвестником австрактного искусства. Вот. Ну и, конечно, собственно, в конце 19 века, когда появились импрессионисты, которых, в принципе, интересовал цвет и его изменчивость, и изменчивость света, эта идея как бы содружества света и цвета, она, наверное, нашла свое такое, ну, как бы окончательное уже воплощение, тем более, что, опять же, вот эти новые интенсивные краски, которые и позволяли импрессионистам работать быстрее, потому что еще были придуманы специальные загустители, стало возможно выходить на пленэр, и все это привело, в общем, к тому, что импрессионисты стали пытаться запечатлеть свет, который они видят вокруг себя, и то, как он изменяет цвет природы. И в этом смысле, конечно, наиболее интересны нам фигуры Клода Манне, он просто больше никакими другими проблемами в живописи не занимался, кроме как этой. И тут тоже есть очень интересная вещь, потому что в более раннем творчестве, например, если посмотреть на его картину бульвар Капуцина, который был сделан для первой выставки импрессионистов к 1874 году, то там интересная история, потому что Манне изображает пейзаж с видом Парижского бульвара и луч солнца, который вторгается в этот бульвар и просто как нож в масло, и просто делит его на две части, на часть синевую, холодную, и на часть освещенную. При этом никакие детали художника не интересуют. Он пишет эту картину примерно с третьего этажа, стоя на балконе мастерской Нодара, такого фотографа, изображает, но у него пейзаж с людьми, с повозками, ощущение, что он писал с крыши небоскреба, потому что его совершенно не интересуют фигуры, люди, какие-то подробности. Ему это просто нужно как некая масса, просто наполняемость пейзажа, потому что вообще картина, конечно, про свет. И вот видно, что там, где свет вливается, вторгается в это пространство, как он начинает просто буквально дематериализует все, как бы дематериализует объекты такие, начинают там деревья, люди, не знаю, постройки. Это все начинает просто буквально расплываться, да, и превращаться все в свет. Да, и превращаться в свет. Но потом, на самом деле, или в позднем более творчестве, он стал ставить себе более сложные задачи. Есть такая серия, посвященная Руаннским соборам, когда он делал ее в 1892-1993 году, он дважды приезжал туда. И с Руаннскими соборами очень интересная история, потому что, собственно, он уже на 90-е годы, он уже, в общем, известный художник, он уже даже признанный, можно, в общем, не мучиться, а просто спокойно писать свои пейзажи. Но пейзажи, как правило, которые писал Мане, он все-таки любил писать пейзажи природные, потому что, конечно, когда ты пишешь море, то, как играет свет, блики, как это отражается в воде, это всегда очень эффектно, красиво, и, в общем, понятно, как это сделать. Или, например, он мог написать пейзаж с каким-нибудь, вот как бульвар капуцинных, то есть, опять же, где мы видим свет, где мы видим тень, и все-таки мы видим разные объекты, на которых этот свет по-разному отражается. Когда он приезжает в Руан, он совершенно новую себе ставит задачу, он решает, что он будет писать западный фасад Руанского собора, просто вот стоя напротив него. Так что вокруг нет ничего, и просто есть вот эта стена, стена камня. В принципе, это вообще для него сложно, потому что он не работает обычно с такими вот крупными объектами, без какого-то окружающего антуража и пейзажа. И он хочет показать, как свет, собственно, что он делает с камнем, как он дематериализует вот эту огромную каменную массу. Причем не надо забывать, что готический собор, это же не просто стенка, там же очень много скульптуры. Он наполнен разными архитектурными элементами. Готическая роза в центре, там все эти галереи, порталы этого собора. И кроме всего прочего, готическая скульптура, она еще, в отличие от более ранней средневековой, она еще очень объемная. И поэтому эта стена, она фактически представляет собой некое живое такое пластическое пространство, где есть выпуклые, есть и такие очень глубокие части, есть и очень глубокие ниши. И Моне начинает изображать, как это все буквально растворяется в свете. Причем у него есть как бы такая идея, он изображает этот собор в разное время суток. И это серия там около 30 вещей. И начинает он с того, что он изображает собор на закате. Естественно, если западная стена на закате, то просто действительно очень яркий луч солнца падает на стену, все такое желтое, оранжевое, розовое. Действительно, собственно, как и в случае с более ранними картинами, этот яркий направленный свет дематериализует стену. И это все очень эффектно, красиво и замечательно. Ему это легко удается, он доволен своей работой. Но потом он решает сделать новый подход. И вот то, что ты упомянул, тень и цвет тени, и уйти от этого прямого направляющего света. И он начинает изображать собор на рассвете. И, соответственно, то, что мы видим с западного фасада, стоит он по-прежнему напротив западного фасада, это не яркий золотой свет, а это фактически сумерки. И света нет. То есть нет прямого источника света, но есть некая аура, такая сложная, холодная. Сочетки света, да? Да, именно. Проблески. Проблески, да. Но главное, что его не видно, потому что даже те проблески, которые есть, ведь тело собора закрывает этот свет. То есть он начинает тонуть в таких холодных цветных сумерках. А потом, когда солнце начинает подниматься повыше, и он уже пытается изобразить его в полдень, это тоже очень интересная история, потому что вроде как уже ярко, но солнца нет, и нет этого света. И все равно доминируют холодные такие цвета. И просто этот очень яркий свет делает так, что просто собор начинает растворяться в воздухе, как бы, то есть он совершенно дематериализуется. И это, конечно, была сложнейшая задача. И Мане ужасно переживал. Он говорил, что собор этот убьет меня. Или он писал своей жене, что я сегодня всю ночь не мог, как только я закрывал глаза, я начинал видеть этот собор. Он представлялся мне то розовым, то фиолетовым, то синем. Он ведет меня с ума. Но тем не менее, вот он на самом деле все-таки в какой-то момент это преодолел. И вот видно, что в своем позднем уже творчестве, когда он пишет там, у него есть серии и «Мост Ватерлоу» в Лондоне, особенно в Лондоне вообще прекрасно писать такой холодный свет, потому что в Лондоне был туман, смог, и там в принципе нельзя было работать с таким направленным светом. Но вот этот вот тонущий в тумане разноцветный цвет, который, в общем, превращает все в такую однотонную, неоднотонную, но при этом очень сложно составленную из разных оттенков пелену. И, собственно, мне кажется, это тоже очень интересно. Собственно, как и в случае у «Карьеры», который работал как раз примерно в это время, когда получается, что художникам интуитивно, хотя они преследовали уже, наверное, совершенно другие задачи, конечно, вряд ли они много думали о духовности, потому что, наоборот, им хотелось как бы запечатлеть некую реальность, но им удается создать вот эту новую идею такого пантеизма, в котором нету главного объекта, который уделяется конкретным светом, и второстепенного, а в котором все предметы, то есть все, что создано как бы в этом мире, оно все обладает одинаковой значимостью. На самом деле напоминает как раз, ну, по крайней мере, можно провести такую параллель с каббалистической концепцией света, где, собственно, ничего кроме света нет. То есть есть свет бесконечного, энсоф, в лурианской кабале, вот энсоф, энсоф — это бесконечное или понятие Бога, который для того, чтобы сотворить мир, себя как бы сжимает, и дальше испускается вот этот самый свет энсофа. И, по сути дела, из него весь мир и создан. Сосуды, которые должны были принять этот свет, они не выдержали этого света, и произошла катастрофа разрушения сосудов, знаменитая Шверата Килим. Эти сосуды были разрушены, и искры этого света оказались, ну, где-то затерянными, то там, то здесь, и так далее. И, по сути дела, с точки зрения лурианской кабалы, извлечения этих искр света, и есть главная задача. Она называется тикун, исправление мира, оно может произойти тогда, когда эти вот искры света будут собраны. И то, что ты рассказываешь, твой рассказ про, ну, в том числе Мане, да, который маниакально гонялся за, в каком-то смысле, искрами света. За этими частицами. Ему, видимо, удалось их собрать, да, на своём картинах. Ну, Мама, наверное, не удалось. Если бы удалось, то мы бы уже жили в исправленном мире. Но, по крайней мере, да, это сопоставимо вот с этой концепцией тикуна, который в еврейской традиции, начиная с лурианских кабала, является основополагающим, да. То есть, чем занимается еврейский народ, он должен произвести вот этот самый тикун. Тикун, исправление, оно состоит как раз в том, чтобы из скорлупы, есть понятие скорлупы, где спрятаны эти искры света, эту скорлупу нужно раскрыть и, достав эти искры света, произвести вот это самое исправление. То есть, залить, по сути дела, светом бесконечного, светом Эйнсов наш мир. По-моему, очень хороший момент для завершения нашего разговора. Аня, спасибо большое. Спасибо. За интересный разговор. Будем прощаться. Пока. Друзья, подписывайтесь на канал Идеи Без Границ, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Они помогут нам при составлении следующих программ. Идеи Без Границ